Вообще, во мне всегда боролись два стремления. Первое, спрятаться, раствориться, так незаметно, чтобы меня вообще никто не увидел. А второе, встать на куретку и показать, что я-то вообще-то круче-то. У меня даже есть токарочка, где стоят на куретке, вот там мне всего годик, и боюсь, что я тогда еще ничего не читала, просто мне фотографировали бабушки. А вот так выступать я начала, наверное, в классе 5-6, когда я попала в агитбригаду. Агитбригада это что-то такое вроде театрального кружка. И первая моя звездная роль была роль младшего седьмого козленка. Мы ставили сказку «Болка семеро козлят, да на новый лад». Помните, был чудесный такой мультик. Сейчас-то я, конечно, больше сыграла маму этих козлят, но тогда... Там вообще-то был какой-то белкий козленок, он там что-то где-то... Но потом он не смог, и пришлось мне. И я была таким хорошим козленком, что когда я поступила уже в последствии на химфак, моя учительница по математике, которая видела этот спектакль, сказала, «А я думаю, ты пойдешь в театраль». Кроме того, в Агитбригаде один раз нас отбирали на какое-то такое торжественное мероприятие из разряда, на котором надо было выступать. Вас приветствуют юные пионеры! Ну и выбирали из всех, из всех, но выбрали только меня. Сказали, вот ты, пожалуйста, вот эта девочка вот со смешной пчелочкой. Я ничего не помню, что я там читала, но помню вот такую сцену. Мы стоим на сцене, юные пионеры и пионерки, и такой большой дяденька. Обращаясь к нам, вот примерно как вот боги лицам отвечают, говорит, ну, в общем, представьте, тут эта пионерка, и он говорит, «Ты готов?» «Я готов!» «Ты готова?» «Я готова!» Вот примерно так отвечает. Она же говорит, «Всегда готова». Ну, это у нас там был целый стих, блин, поэтому там были такие слова, больше ничего не помню. А еще у нас в Агитбригаде была чудесная руководительница, и мы ставили спектакль по стихам Агнии Бордо. И спектакль, он начинался, конечно, вот от самых маленьких таких вот, там, зайку, которую бросила хозяйка. Я, по-моему, читала про бычка, который идет, качается, и он постепенно, ну, взрослел, пусть и с детьми. Например, там у нас было такое стихотворение, называется «Девочка с букетом». Ну, содержание, наверное, сейчас, теперешний, может, все не поймет. А про девочку, которая очень любила выступать, как раз как я, пионерки в таких мероприятиях, И нам так понравилось это стихотворение, что этих девочек, Леночка, было пять штук. Вот такой, вряд ли, выходили, ждать Леночку, выходили и начинали читать. Вышла Леночка на сцену, шум проез по рядам. От детей, сказала Лена, я привет вам передам. Лена, в день восьмого марта говорила маму на речь. Всех растрогал белый фарфик, банты, локоны до плеч. Не нарадуются мамы, для чего ж она не была. Лучшим номером программы эта девочка была. Вот там даже продолжение, я его не помню, но слышал такое, что... Лена, девочка с букетом, отстает по всем предметам. Ну, когда учиться, и завтра снова пить. А еще там было чудесное стихотворение, которое... Ну, не знаю, как мне кажется, его мало кто знает. Его читала я, как уже взрослая девочка. И мне он очень нравился. Он называется «Все время разным». Сергей, все время разным. Вчера пришел развязанный. Меня он хлопнул по плечу, назвал красивой мамой. Ну, извинился бы хотя бы. Я обиделась. Молчу. Сдала я нормы ГТУ. Он крикнул на бульваре. А ты, девчонка, ничего. Ты настоящий парень. А мне как раз сегодня днем другой хотелось бы предпринять. Беспомощный, кислый. И я ждала других похвал. Но почему он не назвал? Нет. Красивый папа. Это он такой чудесный. Мне кажется, его не знают. Это Агния Бартова. Прелесть. Спасибо. Ну, и на закуску моих гостях в арене. А мне все кажется, я так же хороша, как 10 лет назад, как 20 и как 30. Все так же мается, и счастье ждет душа. Да и мимо на лихих конях промчались принципы. У ресторана я задумчиво встаю, и как не вспомню, что тут поздно, что тут рано. Давай, как нужно, я тихонечко спою. И будем жить. Не выходя из ресторана. У меня последнее стихотворение. Я хотела посвятить. В общем, получилось так, что два дня назад умер мой друг от коронавируса. Устаточно близкий друг. Я ему ничего не сочиняла. У меня просто было стихотворение, связанное с ним. Я хотела бы его в память почитать. Парк с именем Олег. Парк с именем весна. И прелью соловья прорвется тишина. По озеру бежит бесшумная луна. И капелькой смолы заплакала со сна. Быть может, лишь тебе останусь северным. Парк с именем Олег. Парк с именем весна.